Легенды, загадки, истории, снифы, факты, каватарии, тайны и знания. Неизвестное об известном. Границы твоих увлечений, человек-сюрприз готовы удивлять снова и снова. Неизвестное об известном. И снова здравствуйте. Наша сегодняшняя передача о человеке, которого вы все прекрасно знаете. Во всяком случае, постоянные зрители нашей программы. Роберт Грислис ведет в ней рубрику «Секреты Аюрведы». Вместе с ним мы проехали Индию от Гималаев до Бомбея и отсняли добрую половину передач об этой удивительной стране. Он стоял у истоков программы, познакомил нас со своими учителями, знаменитыми учеными и профессорами Аюрведы. Мы побывали в гостях у гималайской принцессы и в затерянном в горах о шраме легендарного гуру Джисвами Пракашананта Тит Махараджа. Годы учебы, постижение уникальной науки о здоровье, сотни благодарных пациентов. Кажется, цель, к которой он шел, достигнута. И вдруг новое направление – сцена. Да-да, вы не ослышались. Совсем недавно, буквально за несколько дней перед очередной поездкой в Индию, он блестяще выступил в представлении школы актерского мастерства. И был очень убедителен в роли Евгения Лукашина в сценке из кинофильма «Ирония судьбы». Да вы медианы! Еще хоть одно маленькое слово, и следующее полетит вам в волну. А ваша Галя ушла и правильно сделала. Теперь она найдет настоящего человека. Не то чтобы. Ну что? В каком смысле? Не возражаете? Точно, нечем крыть. Нет, я просто опасаюсь, что следующее полетит в тарелку. А это правильно. Знаете, кто это? Это и Шлолик. Прыгните с балкона. Ага, охота было бы ноги ломать. Надюша! Привет! Мы тут не обойдем, да? Мы решили, где он будет? Мужика, мы его внизу оставили. А то его потом не высоешь. Да, мужиков уставлять трудно. Ну что? Где он? Показывай. Проходите. Вот он сидит, ест во всей красе. Валентина! Таня, здрасте. Дорогой Ипполит Георгиевич, мы найдены ближайшие подруги. И работаем в одной школе, а она вас постоянно прячет от нас. Все время прячет. Мы специально сегодня приехали, чтобы поздравить вас обоих. Дорогой Ипполит, вы должны знать, какой замечательный человек наш. Как ее любят педагоги, как ее любят родители и даже дети. Надя, отзывчивый товарищ, чуткий педагог. Она ведет общественную работу и даже висит на доске почета. А еще она хорошо поет. Дело в том, что я не то же, кого у меня поднимаете. Я очень, очень хороший человек. Не, ну, пожалуйста, я... Все, не слушайте его, присаживайтесь, потому что... Да мы не хотим мешать вам, ребята. Валюша, ты не можешь сюда снова позови. Так мы же-то, на секундочку, не помешаем. Дело в том, что я не то же, кого у меня поднимаете. Мы с Надеждой, извините, я не знаю, что ваше отчество... Васильевна... Ну, с Надеждой Васильевной мы знакомы только с один... Ну все, ваше, ну прекрати. Нет. Ну не дурачь. Ну, пусть подорачится, у него это так мило получается. Открывай. Нет, ну правда, я... Ребят, мне так нравятся ваши отношения. У нас с Надеждой Васильевной очень сложно... Давай, открывай. Может быть, надо молотвечка? Да нет, я сейчас сам. Подожди, тут лотинка какие. Сейчас, сейчас, все будет хорошо. Не бойтесь, не бойтесь. Все. Давай. О-о-о-о! Я-о-о-о! Ой, ну ребята... За ваше семейное счастье. Не-не-не-не-не-не, не буду. Надо. Не, не-не-не-не, я не буду. Не, 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 не хочу, не, не, не хочу. Чуть, чуть-чуть. Пить до дна, пить до дна, пить до дна. Борган. Ну что, ребята, а теперь Горько. Да. Горько! 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 Иппалит Георгиевич, ну снаденько! Снаденько! Он стесняется про меня. И даже после этого я не палит. Иппалит Георгиевич, а вам нравится, как палит надо? Да? Не знаю. Ни разу не слышал. Надюша, ты что ж ни разу не спела своей мою палит? Это моя непростительная ошибка. Давай, Гидрю. Сейчас. Не надо. Я не люблю самодельность. Какая же это самодельность? Наша любимая. Надюша, давай. В колецкую состав отправиться. По ночи тронется вперёд. Останет там. Нина кирпичная. Часы вокзальные. Платочки белые. Платочки белые. Платочки белые. Платочки белые. В глазах печальнее. Начал выпыгрывать купе курящие. ПЕСНЯ 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 ПОГУЦИК ТРОНИТся, ПОГУЦИК ТРОНИТСЯ ПОГУЦИК ТРОНИТСЯ ПОГУЦИК ТРОНИТСЯ В ОТРЫВКИ Алиса Семястер и Валентина Мария Трофгурля. Отрывок упрощения. Привет, Роберт. Здравствуй, Таня. Ну вот, знаешь, ты в моем восприятии определенный человек оркестра. Вот тебя воспринимают как гуру аюрведы. Человека, который, наверное, лучше всех в Латвии, ну не только в Латвии, за ее пределами знает секреты аюрведы. Не случайно ты в нашей программе ведешь рубрику, и люди очень интересуются этой рубрикой, следуют этой рубрике и укрепляют свое здоровье. Но кроме этого у тебя же еще есть масса интересов и увлечений, в которые ты тоже становишься своего рода профессионалом. Вот скажи, как появился театр? Театр, собственно, наверное, он проявился через мой интерес к кино, а научиться кино без артистических способностей невозможно. То есть с театром я связался вот буквально пару лет, это не было что-то такое давнее, изначальное, это вот совершенно новое, приобретенное. По сути дела, я почувствовал так, что чем дальше я продвигаюсь в каком-то духовном пути, в йоге, в аюрведы, в богослужении, тем интереснее оглянуться назад и подумать, а достаточно ли я побыл как человек. Есть такая богиня в индуизме Сарасвати, она отвечает за два направления, за науку, мудрость, и за искусство. Вот я считаю, что это такой мой вклад в служение Сарасвати, в служение искусства. Быть может, о служении именно этой богини он вел долгие беседы в маленьком гималайском ашраме знаменитого Гуруджи, с вами Сарасвати Тит Махараджи, и в небольшом горном городке Нанитали с его другом и наставником, астрологом, с вами Виджайнандой. Это всегда был его мир, который, кажется, бесконечно далек от городской суеты и тем более театра. Талантливый человек, талантлив во всем. Но вот когда ты пришел... Получается. Получается так, получается действительно. Получается как-то так, да. Но вот когда ты только пришел в студию, твои впечатления, ощущения, не было ли на первых порах каких-то определенных комплексов, вот сразу ты почувствовал себя уверенно, или были какие-то робкие шаги, постижения? Каждый раз, когда я прихожу учиться чему-то новому, даже искусству или другого направления, надо всегда полезно сказать себе, что я ноль, что все мои заслуги надо забыть, и вот тут быть максимально чистым листом, вот тогда что-то получается. Более того, я старался по возможности дольше, чтобы никто в группе не знал, чем я занимаюсь на самом деле. Вот только так может что-то получиться в жизни. И как складывались отношения в группе? Когда ты пришел, пришел уже в зрелом возрасте, люди там занимались уже не один год, чувствовали себя профессионалами, как приняли тебя? Нет, там было не так, там вся группа была из новичков. Меня, помню, смутило с самого начала, чтобы в объявлении было написано «Принимаются все желающие от 20 до 50». Мне был 51 на тот момент, я подумал, что сейчас меня оттуда выгонят, но в нашей группе был один человек старше 60. И вот все получилось замечательно. Я слушал, что происходит в коллективе, там многих смущает, что вот в эту группу можно писаться, в новую группу трудно писаться. Я шел напролом, я включал в свой любой коллектив. Кстати, вот это выступление, это же было мое второе выступление. У нас уже было так, что группа собиралась, потом начиналась пандемия, и карантин надо было закрывать. Собиралась второй раз, собиралась группа в новом составе, кто-то не хотел входить в новую группу. Ну, я участвовал в двух разных, и было все замечательно. Ну, сейчас не жалеешь, как я вижу. Во всяком случае, по твоему выступлению тебя можно назвать почти профессионалом. Ну, кстати, да. Я потом уже позже узнавал, что у некоторых из моих партнеров был опыт, кто-то уже работал в театре. Там, например, партнерша из моей сцены «Пигмалион», из другой сцены, она, оказывается, была танцовщицей в театре русской драмы. Но смотрю даже в мире искусства, чуть-чуть в сторону, чуть-чуть другое направление, и уже человек снова становится новичком. Вы задержаны паспортным контролем в городе Цюриха. Сообщите, пожалуйста, Ваше имя, от честа, фамилию и причину Вашего задержания. Владимир Владимирович. Фамилия? Маяковский. Я Волком бы выигрался бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям смотря не катись. Любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и садкают чиновник. Учтивый движется. Сдают паспорта. И я сдаю свою пурпурную книжечку. К одним паспортам улыбку-то. Другим отношения плевые. С почтения берут, например, от паспорта. С двуспоральным. С английским левым. Глазами доброго дядю выяв. И не приставая кланяться. Берут, ну, как будто берут чаевые. Паспорт американца. На польских глядят, как бальтишу казан. На польских, ну, выпячивают глаза. Ну, тупой полицейской слоновости. Откуда, мол, что это и что это за географические новости. И не повернув голодных качан чувств, никаких неизведан. Берут они паспорта датчан и разных прочих шведов. И тут как будто ожогом рот скривило господину. Это господин чиновник берет мое красную на кожею паспортину берет, как бомбу, берет, как ежа, как бритву обоюду острую, берет, как гремучую двадцать жал змею двухметровой роста мелькнул многозначащий глаз насильщика. Ну, хоть вещи снесет задаром вам жандарм вопроситель насмотит. На сыщика. А сыщик на жандарма. с каким наслаждением жандармскую касту я был бы искрестом и распят. Зато в руках у меня молоткастый все пасты советский паспорт. я волком бы выгляж бюрократизм. мандатом к мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте. Читайте. Заберите. Я гражданин Советского Союза. Хорошо. А вот какие первые были твои сценки? Ты, кстати, сам их выбираешь или тебе их рекомендуют? Да. Метод обучения очень интересный метод, что где-то месяц идет такая может, какие-то определенные упражнения для развития способностей ориентироваться на сцене месяц, чтобы мы придумывали короткие сюжеты, их показывали, но тут же потом забывали. И один месяц на то, чтобы придумать сцену, в которой вы хотите преподаватели давали полную свободу. Выбирайте, что хотите, выбирайте, кто вам нужен для этой сцены. Это может быть один человек, два или может быть несколько. И они уже доводили эту сцену до какого-то уже совершенства. Очень такой творческий процесс, когда сцена сначала пишется текст, мы читаем друг друга по бумаге, потом потихоньку запоминают тексты, можем уже читать без бумаги, и тут еще выясняется, что кроме текста надо еще играть, надо еще как-то двигаться. сложный процесс, неспроста актерскому мастерству нормально учиться годами. Как я поняла, ты уже с этой стези тоже сходить не хочешь. Есть уже некоторые проекты, как делать что-то новенькое, хочу попробовать продолжить. Пока мне это интересно. Главное, сначала возникает интерес, а потом уже все остальное. какая-то тяга к кино, к возможности что-то сделать, какое-то произведение, это, наверное, было со школы. Должил до такого возраста, когда детские мечты сбываются. Самое главное, чтобы мечта была. Тогда вырастают крылья, и жизнь открывает все новые и новые горизонты. У всех они разные. У кого-то уютный дом, большая семья и материальное благополучие. у других карьера. А у таких, как Роберт, целый мир. Мир, который порой невозможно вместить в себя, но жизнь расцветает красками. Вот такая точная наука вдруг сменилась. Тяга к аюрведе, йоге, к линдзе, и как это происходило тогда, насколько это было вообще тогда возможно. Открою один маленький секрет. Я учился в физико-математической школе 79-е, там была телевизионная студия. И вот в школе 9-й, 10-й класс мы с ребятами пробовали делать первые съемки еще на 8-мм кинокамеру. Первый взлет именно был как раз на физико-математической школе. Так что вот это все наука, искусство, они очень совместимы между собой. Хотя, конечно, есть такое, что человек либо в науке, либо в искусстве. На это нам дана жизнь, чтобы экспериментировать. Хорошо, а вот в то тяжелое время, когда практически было невозможно куда-то выехать за границу, как появилась Индия в твоей жизни? А вот Индия появилась чисто из моего духовного пути. Был интерес к йоге развить свое тело, потом был интерес, когда я узнал, что кроме йоги существует айурведа, как привести организм в совершенстве и решить практически любую проблему. Интерес был очень долгий путь, чтобы найти хорошего преподавателя, хорошего гуру. поначалу это было схватить то, что было популярно, потом искал литературу, потом искал учителей, вот об этом у нас была отдельная передача, как я нашел сначала доктора Васанта-Лада, потом королевскую семью врачей, учителя в Гималаях, и наконец-то меня надели браминскую веревочку, я стал одним из них. Брамин для жителей Индии значит больше, чем президент, так как он общается с богами без посредников, и причинить вред брамину значит причинить вред себе. В иерархии индийского общества каста браминов стоит на самой верхней ступени. Скажем, это аналог европейского духовенства. Исторически они были жрецами, учителями, монахами, на протяжении веков были и остаются духовными наставниками в семьях высших каст. Считалось, что разные слои населения Индии возникли из разных частей тела первочеловека Пуруши. Из рта брамины, из рук кшатрии, из бедер ремесленники торговцы вайши, из ног рабы шудры. Изначально принадлежность к той или иной касте определялась по способностям. Учитель изучал поведение ребенка, просматривал его прошлое рождение, и затем дети подразделялись на варны или касты и продолжали уже особое для каждой варны обучение. В дальнейшем закрепили наследственное разделение на касты, что не всегда соответствовало действительности. В путешествии по Индии мы не раз останавливались в семье Брамина, одной из самых почетных династий Джайпура, Роберт друг этой семьи. Он приезжает в Джайпур на индийский Новый год Дивали и праздник Тханвантари. Праздник Тханвантари обычно проходит фестиваль вручения премий лучшему врачу года. Надо сказать, что одну из таких премий вручили нашему Роберту за популяризацию аюрведы у нас в Латвии. Ну и, конечно, успешное лечение больных. За время существования комитета это третий случай, когда премию вручили иностранцу. Поэтому, когда во время инициации в учебном центре Роберта собрались его друзья и ученики, церемония никого не удивила. Состояние у всех было удивительное. Ты словно переносишься в далекую Индию. Алтарь с ритуальными атрибутами, фигурками божеств, цветами и фруктами, таинственные мантры все переносят в магический мир далекий от реальности. С вами Виджай Ананда не первый раз проводит такую инициацию. Все символы, атрибуты как дома в далекой Индии. Мы уже наблюдали это. Мод посвящения девяти планетам. Пшеница символизирует Солнце. Она в центре. Рис символ Луны. Зеленый дал Меркурия, Красный дал Марса, Желтый Юпитера. В течение Пуджи Роберт делал подношения к каждой планете. Стать бромином это значит отказаться от мирских благ, обреть голову, проколоть уши, надеть броминскую одежду. Очень многие отнеслись скептически, говоря, что броминами рождаются, бромина нельзя как бы принять это посвящение в бромины. До сих пор я слышу, ну, какой-то там, может быть, бромин, кто тебя там мог посвятить, наверное, ты там просто денег заплатил, и вот тебе там что-то дали. Для меня самое главное не то, что признают меня здесь или нет, а то, что меня признают те бромины настоящие, которые живут в Индии, действительно, я чувствую, что отношение ко мне как-то изменилось, что я стал совершенно свой во всех областях. То есть на меня не смотрят как на иностранца, на меня смотрят как человека, их культура, их понимание, их уровня. Это замечательно, это дает отличные возможности. и я их буду использовать. И охотно делятся своими секретами с тобой, воспринимая тебя уже за своего. Да, мне было особенно еще приятно, я всегда вспоминаю, есть традиции, когда науку передают внутри семьи, от отца к сыну. По сути дела, меня сегодня приняли в две семьи, я еще опасался, не будет ли у них такая ревность друг к другу, что вот ты ходишь и к этому гуру, и к тому. и когда я еду в Гималайи, мне в Джайпуре говорят, помни, Роберт, ты из нашей семьи, поедешь туда, учись хорошо, но учись всему, что там он тебе скажет, вот не подведи нас. Примерно так. А кого ты можешь назвать своим главным учителем? Все-таки? А вот по сути дела у меня сейчас получается сборная, что я у каждого учусь чему-то своему, и другой, они не могут один заменить всех. Кстати, у меня такой интересный момент происходит, что последние лет десять в жизни практически все хорошие учителя меня младше. Васян Плаут был старше, да, но вот он труднодоступен, он занятой человек, он наросл ад. Свами Виджайнанда обучает мантры, его сложно понять, у него практически два человека из Латвии, которые смогли у него так учиться напрямую, он у меня младше на один год, очень много я знаний получаю благодаря доктору Шубанги Сатам. Васян Плаут, ну это вообще мировая величина. Это была моя самая верхняя планка, которую я так поставил очень долго к этому шел, практически я углублялся в английский язык и изучал санскрин, для того, чтобы я мог его понимать и мог у него учиться. В принципе, сегодня я вижу, что я очень рад, что я немножко перепрыгнул и пошел уже к более ортодоксальным индусам. Басан Плаут мировая величина, но он дает максимально адаптированно для европейцев. А то, что я сейчас могу поднимать уже многие те знания, которые не адаптированы перед европейцев, что мне надо знать ту терминологию и уже иметь общаться с ним на равных, это вот действительно здорово. Роберт, помогает тебе твое знание в твоей профессии, в другом твоем интересе, увлечении? У нее есть такой аспект, как медитация. Медитируешь на Бога Шиву, читаешь мантру, потом восстанавливаешь свой ум и по сути дела на какой-то момент становишься Шивой. Если я могу стать Шивой, почему я не могу стать Женей Лукашиным, Маяковским, Пигмалионом? Это же еще проще. Получив такой опыт, я практически ту же самую технику использую для актерского мастерства. А как долго ты занимался у Николая Уварова? Это было где-то два года и это было примерно 2003-2005. Продолжал заниматься живописью или же ты как-то уже... По сути дела у меня получилось так, что я прекратил занятие с рождением ребенка. Там просто перестало быть свободное время. Вот помню, когда я пришел к Уварову и сказал вау, мне появилась дочь. Он сказал все, потерял ученика. Вот я-то так. К сожалению, да, просто элементарно не на все хватает время, все-таки на это надо выделять какое-то время постоянно. Вот, ну, хороший опыт, это есть что вспоминать. У Уварова по сути дела мне больше нравилось даже не рисовать, а общаться с ним и учиться думать вместе с ним. Тоже своего рода медитация, видишь образ, вот, передаешь на холст, на бумагу. Интересный опыт. Ну, вот сейчас, казалось бы, столько пройдено, столько уже является совершенно профессиональным багажом. Есть ли какие-то планы, проекты, желание познать еще что-то новое, какие-то новые маршруты? Кино. Вот еще не было профессионального кино. Подбираюсь к этому, ждут сюрпризы среди. Ну, что касается сюрпризов, вот тут Роберт Мастер. После яркого выступления, улетев в Индию, он тут же стал участником международного саммита по Аюрведе. А участие в нем большая честь даже для профессуры страны. Достаточно сказать, что саммит почтил своим присутствием сам премьер-министр Индии Нарендра Моди. С чем он вернется? Какие новые секреты откроет своим ученикам? Во всяком случае, неизменно одно. Каждое его новое начинание завершает успех. С вами Митри! Здравствуйте, любители Юрведы! В прошлый раз мы поговорили о таком веществе, как лоха, басма. Это железо, у которого уничтожена кристаллическая решетка, и она распалась на мелкий порошок. Это не то же самое, что ржавчина, это особая форма железа, но ржавчина тоже используется в Юрведе. Она приготовляется другими методами. Один из методов это опустить железо в воду на 100 лет, но есть и более хитрые способы, как превратить железо в тонкие легко усваиваемые окисел. Мандур басма немного отличается по качествам и в отличие от лоха басма она может быть использована для беременных женщин и даже для детей. Также в специальных составах когда аниме происходит на фоне общего отечности организма. И вскоре обратившись на сайт purehabs.eu вы сможете эти средства получить, но чаще всего они будут просто в небольших дозах добавлены к другим составам. Также вы можете посетить сайт panchakarma.clinic если захотите получить терапевтические процедуры для вашего организма с позиции аюрведы. Всего подпишись на сайте подпишись Субтитры создавал DimaTorzok